Добрый день! С Новым годом вас! Вчера еще у нас погода была нулевая, а сегодня уже такой мороз хороший. Первое число, прям за ночь. Ночью подморозил, настоящий Новый год. Чуть-чуть припорошило снегом. Ну, видите, голое все. Снег растаял, который до этого нанесло, так вот мало. Ну, я думаю, что еще подвалит, как говорится, солнце на лето, зима на мороз. Еще должны быть метели. У нас эта самая зима в феврале заканчивается, в марте. Ну, смотря какая зима, конечно. Ну, что, наступил 24-й год. Мы, наконец, его дождались. 24-го сейчас по всем, как бы, энергетическим вещам, энергиям должно пойти на улучшение, так сказать. Ну, еще злые силы будут сопротивляться. Конечно, вот, они так не сдадутся. Я вам говорил, что старое дерево, которое сгнило уже, оно так просто не упадет. Его надо, чтобы кто-то толкнул либо ветер, либо человек, либо зверь какой-то. Вот, поэтому не надо расслабляться. И нужно работать. Работать над собой. Не забывайте про медитацию, про мету. Сейчас вот начали мету посылать утром. Молодцы. Вот, приветствую все, кто это делает, потому что это активирует позитивную карму и приближает, как бы, на наступление хороших времен. Чем больше будет позитивной кармы активно, тем меньше сможет зло нам, как бы, препятствовать нашему совершенствованию. Поэтому, чем больше вы создаете позитивной кармы, тем больше вы улучшаете окружающее пространство, да, вокруг себя. И, как бы, даете возможность другим людям тоже проявить свои позитивные качества. Ну, и еще одну вещь вам скажу. Когда боги посылают мету людям сверху, да, с небес, вот, в этот момент у людей активируется позитивная карма. У всех людей, да, кто, как бы, у кого она есть, конечно. А если у человека нет позитивной кармы, то, конечно, там активироваться нечему. Там только негативно. Ну, у кого хоть немножко есть, хоть немножко, да, хоть он там делал много плохого, совесть у него пробуждается, и он начинает делать хорошие дела, по крайней мере, не творить зла, вот, и, как бы, обеспечивает себе тоже светлое будущее, потому что, если вы нарабатываете позитивную карму, это гарантия вашего светлого будущего. И если негативную, то это гарантия вашего плохого будущего. Причем это будущее, оно не где-то, когда-то наступит. Вот это вот вещь очень важная, потому что, когда человек создает постоянно позитивную карму, он плоды получает уже в этой жизни. Это не где-то там в заоблачных жизнях, там где-то, он уже в этой жизни. Сейчас просто идет очень мощное ускорение, уплотнение причинно-следственных связей, и карма буквально реализуется очень быстро. Вот, тем более позитивная карма, она имеет большую чистоту, значит, она быстрее реализуется. Негативная, она более такая тяжелая карма. Но, несмотря на то, что вот эта плотность времени усиленная, несмотря на это, негативная карма все равно реализуется в этой жизни, как позитивная, так и негативная. Ну, успехов вам! С Новым годом!